Буквально так, легкое наблюдение. Попадает мне научно-просветительский журнал, и явно недаром попадает Господь что-то мне хочет показать. Христианская психология за и против. Значит, вот это некое отношение православия, православного подхода, их отношение к психологии. Ну, значит, я считаю и католического мира, ну и протестантского. Вот смотрите, просто две цитаты. Значит, вот как. В христианской психологии человек – это образ и подобие Божье. Все не так говорят. Человек имеет бессмертную душу. Это основа. И целый ряд других оснований. «Психология в этом свете рассматривается не как существующая сама по себе, а как существующая для служения человеку». Значит, вот так вот высказывается вот этот человек, еще он там доктор психологических наук, там МГУ преподает, в общем, светило. Вторая цитата – это, значит, священник и декан факультета психологии православного университета. Говорит, наши психологи будут пользоваться всеми возможностями, которые существуют у традиционных психологов. Но их теоретический багаж будет иным. Он будет не материалистическим, а христианским по мировоззрению. Их отношение к человеку будет обогащено чем? Учением о бессмертной духовной сущности человека. То есть, да, чтобы вы понимали, все стоят на этом таком прочном фундаменте бессмертной духовной сущности человека. Ладно. Ну, вы скажете нам православие, Бог с ним там, что там с этим православием взять? Давайте дальше. Давайте я подскажу вам Адвентийскую церковь, нашу УГИ. Вот. К сожалению, я не хотел фотографию показывать, не имею ничего плохого. Но вот Украинский гуманитарный институт, есть у нас там преподаватель Вятоха Арина Юрьевна. Никаких личных претензий как человеку у меня нет, просто дело самой сути психологии. Ну, вот я борюсь против психологии, я ее просто не уважаю от слова совершенно. Значит, она кандидат психологических наук, все бы хорошо, но еще она преподает. Вот, обратите внимание, преподавательский опыт. Ладно, здесь-то понятно, что непонятно, что загальная психология, какая-то дифференциональная, то есть усложненная психология. Все это понятно, там музыка. Вот это вот психология духовного измерения личности. Я вам перевожу сейчас на русский язык. Или психология духовного вымера особистности. Вот это вот что? Что это такое? Надо как бы понять. Чтобы вы это понимали. Это у нас официально. Дальше вы заходите на сайт дивизиона, если не ошибаюсь. Вот он, церковь армии седьмого дня. У нас есть такая статья. Психология, не поставленная на основу духовности, дисциплина в лучшем случае бесполезна. Вот это Ирина Вятоха. Она Вятоха, точно. Значит, тут у нее статья есть. Обратите внимание, это большая статья. Позвольте, я взял эту статью, перевел в такой читаемый вид с некоторыми пометками и выделением. Это просто первое. Позвольте, я вам покажу, чему же учат психология, христианская психология, да еще и, к сожалению, в моем народе. Гнал бы я, конечно, бы все это дело, как Иисус с храма Отца Небесного. Перекидывая и закидывая все эти книги по психологии и всю эту учебную образовательную систему. Вот что нам объясняет Ирина Вятоха, как учитель будущих пастырей, служителей, я так понимаю, в отрасли психология, духовного измерения личности. Давайте посмотрим. Ныне говорят, что за междисциплинарным исследованием будущей науки это совсем непросто. Нужно глубоко владеть обширнейшими пластами знаний. Однако, такой стереофонический взгляд позволяет увидеть глубину изучаемых явлений. О, как! Такое ощущение, да, что явление греха и зла внутри нас это некая глубина изучаемых явлений. А психология помогает увидеть в любом из них человека, его мысли, намерения и стремления. То есть, если бы не психология, нам бы не увидеть, понимаете? Вот нам не хватает слова Божьего, чтобы увидеть мысли, намерения и стремления. И в этом смысле психология одна из самых гуманистических наук. Потом меня пригласили преподавать в Украинский гуманитарный институт, находящийся в городе Буча под Киевом. Особые высшие учебные заведения, где особое внимание уделяется духовному образованию и воспитанию студентов. Я с радостью приняла его, зная, какая творческая и позитивная обстановка с Ирином. Это да, мы тоже знаем, что там очень творческая и позитивная обстановка. В общем-то, с этим нужно согласиться с Ирином. В прошлом году, летом, 10 июня 2023 года, в Буче состоялась межконфессиональная национальная молитва за Украину. Место встречи избрали Адвентистский гуманитарный институт. Принимали участие здесь представители разных конфессий. Я посмотрел лишь некоторые фрагменты этой записи. Боже наш, великий и всемогутный, Дух Святий, мы верим в твою присутность на этом городе. И мы верим, что каждый уста ты наповнюешь сейчас силой молитвы. Поэтому мы просим о тебе действий сейчас через наши молитвы. Я очень прошу тебя, Господь, благослови наших воинов, благослови наших генералов, благослови всех командиров воинских. Дух Святий, ты обеспечиваешь их всем нужным для победы. Ты даешь им силу, ты даешь им владу, ты даешь им победу в их сердцах. Боже, благослови, Дух Святий, мы верим в твою силу и твою могутность. И мы очень просим о тебе, нехай сейчас, там, где закончится наступ, Боже, будет твоя сила, будет твоя могутность. Боже, нехай наши воинства воюют в Запорожжскую область, Херсонскую область, Крым. Нехай наши воинства воюют в Донецчину и Луганщину. Дух Святий, мы верим в твою силу, мы верим в твою деятельность, мы верим в твою допомогу в имя Иисуса Христа. Боже, и нехай в этих боях наши воинства возьмут столько полоненных, чтобы мы могли обменять всех наших хлопцев и девочек, чтобы они все вернулись домой, живые, неушкодженные. И нехай закончится над врагом, над супостатом, этот суд писаный, который проголошен в твоем условии. И еще, Господи, дай нам все-таки F-16 и далекобийные ракеты. В имя Иисуса Христа. И я молюсь, чтобы ты послал свой огонь сегодня, для перемоги над врагом. Господи, нехай твий небесный огонь впаде, чтобы прогнать врага из нашей земли. Батько, в имя Иисуса, прояви свою силу, пошли свій огонь с небеса, чтобы сбалить все зле, чтобы зруйнувать врага и принести перемогу в этот народ. В имя Иисуса Христа. О, Бог, пошли свою божественную силу. Give the army the weapons that they need. Дай армии ту зброю, яко армия потребует. Give them power. Дай им силу. Give them a divine authority. Дай им божественную владу. They don't stay go in your name. Потому что они идут в имя Твое. Come on, we want the power. Мы хочем силу. We want to see the power of God. Мы хочем побачить силу Божию. Мы хочем побачить силу Божию. В имя Иисуса. Come on. Come on, Lord. Come on, Lord. Give us the victory. We want to celebrate your power. Мы хочем побачить силу Божию. В имя Иисуса. Аминь. Аминь. То, что мы с вами сейчас увидели, это только фрагменты той мерзости, которая происходила в помещении Украинского гуманитарного института, там, где проходят духовные встречи. И тот факт, что Украинский унион разрешил провести в этом молитвенном доме вот такую встречу на таком уровне, и есть самое прямое влияние спиритизма на умы руководителей адвентистской организации. Это плоды влияния и экуминизма, и спиритизма, и так называемой христианской психологии, которая и есть не что иное, как троянский конь спиритизма в адвентизме. На нашем канале мы не раз поднимали вопрос о так называемой христианской психологии, где мы с вами поднимали вопросы, как относилась сама Вестница Господня Елен Уайт и пионеры адвентистма к этому вопросу, вопросу психологии в наших рядах. Ссылочка на эти видео будет в описании под этим видео. Я думаю, что после того, что произошло там, в этом адвентистском помещении, некоторые руководители пожалели, что согласились и дали добро на это безумие. Потому что это действительно прямое влияние спиритизма, которому христианская психология открыла широко дверь для влияния на умы адвентистского братства. А что же дальше она говорит? Ну кроме того, есть некое ее понимание процесса, психология не поставлена на основы духовности, дисциплина в лучшем случае практически бесполезная, а в худшем приносящая вред. Вот я здесь полностью согласен, что она абсолютно приносящая вред в любой ее сфере психологии. А вы дальше смотрите. Душа человека создана так, и вот тут я прям удивляюсь, что в ней есть место, которое должно быть заполнено Богом. Послушайте меня. Священное Писание говорит, мы храм Святого Духа. Христос добудет все и во всем, вся полнота Божества телесна. Весь храм должен быть наполнен Богом. Он там должен быть царем в каждом участке. А нам говорят, послушайте, нет, в ней просто есть место. Вот там чуть-чуть просто есть место, которое должно быть заполнено Богом. Простите меня, а все остальное место кем заполнено? Очень хороший и точный вопрос. Если душа, как утверждают христианские психологи, в том числе и адвентистские, имеет какое-то место для Бога, то все остальное место кем заполнено? Видите, вот мы читаем и до конца не понимаем, что она пишет. И это вот учат наших студентов. Отсюда она говорит, нужда в христианских психологах-практиках. С чего бы это? С чего бы это нужда? Ну как? Надо же это место заполнить, кусочек этого места, как-то заполнять Богом. Психологи-практики нам это позволят сделать. Осознавая это, что осознавая это? Ну вот это все осознавая, понимаете? Все это осознавая. Руководство Украинского гуманитарного института вынашивало планы открытия новой специальности психологии. То есть, сознанием дело делали? Сознанием. Меня, как специалиста, пригласили участвовать в осуществлении этого проекта. А последней специализации подробней. Это новая специализация психолог-душепопечитель. Я чуть дальше вам покажу, чем отличаются и истинные душепопечения от психолога. Видите, что делают? Они связывают как бы два в одном, но это глубочайшая ошибка. Позвольте, я вам теперь покажу разницу, что такое христианская психология, что такое библейские душепопечения, чтобы вы наконец-то эту разницу понимали. Отличия в целях. Христианская психология говорит вести здоровый и полноценный образ жизни. Библейское учение. Прославлять Бога через повиновение Его нравственному закону. Это абсолютно разные цели. Фокус. Психология говорит христианскому на человеке, фокус на человеке и его интересах, потребностях и нуждах. Фокус Библии на Боге и его слове. Это не сопоставимые вещи. Это просто рука спиритизма. И у нас преподают не психологи, у нас спириты преподают. Лейтмотив. Психология говорит, понять человека можно изучая его. Бог говорит нам, Писание говорит, понять человека можно изучая Бога во Христе. Так как сердце человека самая лживая вещь в мире. Направление психологии человекоцентрично. Направление истинного душепопечения. Богоцентрично. Забота психологии на уровне корректировки поведения. Забота в библейском понимании, на уровне правящего желания, ценностей, чтобы выявить ложь и заменить ее истиной и послушанием Божьему Слову. Ценность. В рамках психологии. Человек огромная ценность для Бога. Соизмеримая по цене его сыну. Библейская истина. Человек создан ради Божьей славы. Ценность человека обозначена только во Христе. Обеспокоенность. Психология. Как другие люди поступают со мной. Библейская истина. Как я поступаю с другими. Норма. Нужды удовлетворены. Самодостаточность. Библейский принцип. Уподобление Иисусу Христу и упование на Бога. Отношение к церкви. Врачеванием тела занимается врач, духовными вопросами пастор, душевными психолог. Психологические кабинеты способствуют этому. Библейский принцип. Исключительно церковное служение. Работа истинного служителя Христа. Источник знания. Психологические исследования плюс-минус Библия. Только Библия. Взгляды на человека. Огромная ценность человека, которую он не может осознать из-за заниженной самооценки. Как говорит Писание. Падшисть человека, его деградация, его эгоистическое нутро, которое он не понимает из-за своей совышенной самооценки. Видите, это полностью противоречивые концепции. Они противостоят друг другу. Отношение к окружающим. Полюби себя и только тогда сможешь полюбить ближнего. Писание говорит, Божья любовь дает силы любить ближнего. Смиренно почитать высшим себя, жить жертвенной жизнью. Так как любовь это жертва. Враг. Боли и страдания от человека у психологии. Библейский принцип враг является грех. У кого на службе? Психология у спиритизма. Библейское душепопечение у Господа, формирующего верный остаток народа Божьего. Какая терминология у психологии? Терапия, исцеление, слабость и нужда, депрессия. В душепопечении библейском. Грех, уныние, освящение, идолопоклонство, сердце и поклонение. Психолог, который помогает как? Духовно и душевно. Послушайте, а есть вообще у них понимание разницы этих терминов? Что такое душевный человек, что такое духовный? Но психологу все равно. Он помогает и духовно, и душевно. И что же он делает? Он раскрывает для человека целительные возможности духовных истин и принципов, записанных в Библии. То есть, психолог теперь стал толкователем слова, евангелистам, проповедникам. А зачем проповедники? А евангелисты? А учителя? Теперь что, только нам нужны психологи практики? Обратите внимание дальше, что к началу первого этих. Действительно, Библия является актуальнейшим учебником психологии. Это кто определил так? Это кто определил так? Давайте дальше. Константин Ушинский, русский педагог, размышляя о связи Библии и психологии, высказал мысль. Все религиозные системы не только возникли из потребностей души человеческой. Я считаю, это просто нечто. Послушайте, что здесь вообще звучит? Он говорит, религиозные системы не только возникли из потребностей души человеческой. Друзья мои, ведь истинная религия или религиозная система, как они здесь говорят, ведь это Бог. Он первичен. Как религия может быть следствием от потребности самого человека? Человек был уже помещен в религию Бога при творении, поставлен в Эдемский сад. Закон, праведность Бог как религиозная система единственная существовала еще до того, как Бог создал человека. Как религиозная система может возникать из потребности человеческой души? Как? Как? Ну дальше обратите, но и были в свою очередь своеобразным курсом психологии. Дальше это просто поразительно. Великие психологические истины, скрытые в Евангелии, расширялись одновременно с евангельским учением. Это кто это определил? Какие психологические истины? Где они были скрыты в Евангелии? Где это все в евангельском учении? Дальше интересно. Кто-то из древних сказал, что душа человеческая не знает границ. Ну на самом деле, что это? Душа человеческая не знает границ. Это же просто бессмертие души. А что могила это не граница такой души? А что такое душа в понимании Ирины? Это явно не то, что мы понимаем. Душа в крови. Душа мертвая, человек умер и душа мертвая лежит в могиле. А нам говорят, душа человека не знает границ. С чего бы это? Конечно, не знает границ, только при одном условии, если вы верите в бессмертие души. А Ирина верит в бессмертие души? Немножко дальше я покажу, чтобы очевидно, что да. Она говорит, кто-то из древних сказал, душа человеческая не знает границ. То есть, границы только, если вы исповедуете истинное учение Библии. И дальше, вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков. Ну, эту фразу 3 августа 1976 года, на самом деле, я пытался понять, куда же эта фраза. И это написали на стене Петропавловской крепости, ленинградские диссиденты, вот, Рыбаков и Волков. Знак протеста против преследования художников, писателей, поэтов, разгона выставок в СССР. Ну, нашли тоже авторитет, да, для того, чтобы как-то пояснить идею психологии. Вы распинаете свободу, душа человека не знает оков. С чего бы это, если каждый человек, который сегодня не рожден, слышит о рап греха? Он в оковах греха. Кто сказал, что душа человека не знает оков? Ну, Ирина, что вы пишете? Ладно, Ирина, ну, как вы, сознавая это, руководство Украинского гуманитарного института, вы читали вот это? Это я только так сходу, я еще даже не вникал так глубоко. Давайте дальше. Ее ноги твердо стоят на земле. Психология. А голова уходит в небеса небес. О чем мы вообще говорим? Таким образом, он выразил, то есть, я так понимаю, вот, Ушинский, да, он выразил поистину чудные возможности человеческой души. Какие у нее возможности? Я что-то понять никак не могу. Какие возможности чудные у человеческой души? Как реагировать на окружающий мир, материальных объектов? А дальше просто интересно. Так и возноситься, не зная пределов времени и пространства. Концепция бессмертия души. В мир духовной реальности, в мир библейской истины, красоты, нравственности, любви. Что это такое? Чистой воды идеи спиритизма, идеи бессмертия души, какой-то нирваны, когда-то там душа возносится за какие-то пределы времени и пространства. Как она может быть за пределами пространства? Это где? Сам Бог говорит, я в пространстве, я в рамках времени. Куда она уходит, за какое время и пространство? Вообще хоть какой-то набор слов, но, наверное, за этим что-то стоит. Дальше обратите внимание. На самом деле есть душа, представляющая собой что-то глубинное, неопознанное, что может вмещать в себя невидимую часть вселенной. Что? Чьи это слова? Какая глубинная, какая неопознанная? Мы прекрасно понимаем, что такое душа человеческая. Мы прекрасно знаем, с чего состоит наше сердце, что мы рабы греха, мы прекрасно понимаем наше положение. Какое глубинное неопознанное? Что там может вмещать в себе невидимую часть вселенной? Обращение к этой части внутреннего мира человека. Вот дальше интересно. Обратите внимание. Обращение к этой части внутреннего мира человека, то есть некий мир человека, понимаете, то есть там где-то душа, то есть некий такой вечный там нечто там божественное внутри, который Борис Братусь, а этот персонаж нашего первого примера, сейчас я вам его приведу, определил как душу, в отличие от психики, и она говорит, является будущим науки и психологии. Ага, то есть этот человек определил всю эту концепцию, и это является будущим науки и психологии. В рамках научно-образовательной работы нашего учебного заведения, какого нашего? У ГИИ, мы сделаем посильный шаг в этом направлении. Замечательно, давайте прочитаем, что Борис Братусь-то сказал. А вот мы же его и приводили с вами. И что он тут нам повествует? В христианской психологии человек это образ и подобие Божий. Человек имеет бессмертную душу. Так Ирина, кого же вы толкуете? Кого вы здесь комментируете? И явно Ирина понимает точно так же этот вопрос, как и тот, кого она цитирует Бориса Братуся. И вот ее пригласили проповедовать, учить, вот она учитель, в УГИ, и потом вы будете говорить, почему у нас проблемы со служителями и со всем остальным с отвержением Вечного Евангелия. Да, слушайте, тогда я тут почитал, нет, просто первое. Это на ровном месте, даже мне искать далеко не надо было. Вот так. Позвольте последний. Я не стал себя брать за Бондаренко, просто так попало, случайно. Это отдельная, наверное, история. Значит, вот третий пример. Психиатр, да, это что такое? Это лечение психических расстройств медикаментозно. Ну, он психиатр и, очевидно, уже и психолог. А психолог – это психическое здоровье путем болтовни, без медикаментов. Это так я обозначил. Ну, и вот тут есть статья. Значит, вот просто тоже, я вам просто подтверждаю, как они учат, чтобы вы это знали. Если просто потратить время и начать копаться, в чем они учат, там просто целую кучу можно всего показать и свести в очень интересное расследование. Но суть не в этом. Вот просто попала статья, вот он пишет «Как побороть депрессию на всех уровнях? Советы консультанта». Вот я некоторые формулировки, позвольте, здесь выписал. Очень коротко. Это какая-то барышня приводит его цитаты, то есть то, как он учит. Ну, и как бы такая статья. Интересно, что даже у человека, победившего какую-либо зависимость, может быть какое-то время депрессия. Это я, конечно, не понял. Ведь он еще находится в процессе приобретения удовольствий от обычных вещей. Что это такое? Это, ну, где в Библии эта истина? Где в Библии эти концепции прописаны? Я не встречаю такого. При депрессивных расстройствах нужно исследовать свое сердце, если не прощение. Нужно поработать со специалистом детских травм. Ну, то есть это такая, это вообще это. Где тут, где тут библейский принцип? Непонятно. Важно, чтобы смысл жизни человека не заключался в чем-то материальном или имеющемся конец. Смысл жизни должен быть бесконечным, приносить счастье. Как без Христа это можно достичь? Что значит быть бесконечным? Что вы понимаете под словом «счастье» тут? Человек в депрессии часто ощущает себя плохим. Смотрите, ему нужно осознать свою ценность. Хорошая иллюстрация. Теперь он приводит иллюстрацию. Жемчужинка выросла на дне моря. Жемчужинка это, похоже, мы с вами, да? Рабы греха. Ее нашел пловец. Она может быть в разных местах, в грязи или в ювелирном украшении, но она все равно ценна. Что, серьезно? Серьезно? Жемчужинка? Ты почему-то думал, что Иисус пришел спасти погибшее, явно не жемчужинку, а просто погибшее, но в нем мы сделали с жемчужиной. Оказывается, где бы мы ни были, мы жемчужинка, там грязи, все равно мы ценны. Дальше просто поразить. Помните, вы хорошие. Серьезно? Это на основании какого библейского текста? Писание говорит, все лишены славы Божьей. Ничего не живет во мне доброе. Говорит, мы хорошие. Но не ко всем этот психотерапевт, дипломированный, относится именно так. Не всех он называет хорошими. И в этом разделении мнений о людях также имеет влияние психология. Сейчас я предложу вашему вниманию также вырезку из одного видео, которое было раньше выставлено на нашем канале. Что же говорит этот врач-психотерапевт, генеральный директор клиники Ангелия? О человеке, который по соображениям совести, по соображениям религиозной убежденности отказался принимать папскую дозу яда, которую принял практически весь мир. Это мой выбор, говорит человек. Но твой выбор соблазнит, заразит малых всех. И больших тоже заразит. Уважаемый МНС, ты вообще спросил у своих детей, у жены, у родителей и так далее, не нарушаешь ли ты их выбор? Они ведь выбрали жить с тобой, родить тебя, гладить тебе рубашки, стирать носки. А детей ты спросил, товарищ МНС? У них вообще не было выбора отца и матери. Ты с ними связан, уважаемый эгоцентричный МНС? А они связаны с тобой. Неразрывно связаны. А у Бога, который создал тебя, ты спросил? Мы все одна семья. Таковых думающих и честных людей, отказавшихся от вавилонского вина, от вавилонского зелья, этот горе-руководитель, врач-психотерапевт, да еще генеральный директор клиники Ангелия, называет эгоцентричными майонезами. Вы только подумайте о циничности вот таких высказываний. Из уст пастора-адвентиста, да еще генерального директора клиники Ангелия. Вот он, дорогие братья, влияние сатанинской психологии на ум пастора-адвентиста. Написано, по плодам их узнаете их. Человеку важно определить понимание счастья, написать список моего счастья. Замечательно. Нигде я не встречал в учении Христа, чтобы он сказал, напишите список счастья. Где он будет указывать, что ему нужно для ощущения счастья. Счастье это Бог, его присутствие. Как он может определить, что такое счастье и что ему нужно для счастья. Вечный Евангелие привносит истинное счастье Бога в сердце. Ну вот, посмотрите, вот чем учит это все. Как вы, товарищ, это зовут? Вот он. Я не так, меня мало интересует, кто это и о нем. Меня интересует, о чем пишет здесь. Они же этому учат, у них же там своя клиника. Я заходил, посмотрел. Ну, позадите, почитайте. Ну, дальше. Это просто, я считаю, этим и закончу. Что делать, если человек не признает, что находится в депрессии, как ему помочь? Если человек отрицает, стойте заступнической молитвой. Какой заступнической молитвой? Подарите книгу, включите семинар по теме, а объясните, что такое может случиться с каждым. А дальше интересно, не ты плохой, а это недостаток биохимии. Вот так интересно, Павел, значит, ошибся. Чего он не написал, что у него проблемы с биохимией? Чего он так определяет себя плохим? А, сегодня нам говорят, ты неплохой, просто недостаток биохимии. Нет, просто гормоны или еще что-то внутри тебя. Вот так, мои дорогие братья и сестры, это просто так вскользь посмотреть. И этого вот так хватило. А потом спорят и говорят, Бакиртов против психологии, психологов. Я вам прочитал сегодня этот, извините меня, бред, обидитесь. Назвать это как-то по-другому сложно. Это вообще далеко от слова даже Евангелия. Я уже не говорю о глубинах вечного Евангелия. Теперь вы спрашиваете, придет спиритизм и что? И что много спиритизму надо, чтобы сегодня люди были прельщены, когда они внутри себя завели кодла психологов, которые являются определенной рукой и средством спиритизма. И эти люди преподают идеи бессмертия души. Они так не звучат, они по-другому, но они прокалываются в своих формулировках. И этому они учат. Учат тех, которые туда приходят, в наши институты образовательные, там, этот, УГИ, да, Буча. И это только один из примеров. Копну американскую картину, там будет еще хуже. Какую бы страну ни копнул, там это беда психологии и среди. Просто жалко своего времени, не как будто мараться и заниматься всем этим. Но это я просто привожу к теме спиритизм, психологии или вечной Евангелии. Что просто вы на явных примерах немножко увидели картинку, почему очень важно нам сегодня изучать вечную Евангелие. Ну и стоять в проломе за истину Божию. Пусть Господь нас благословит в понимании этих вещей. Аминь. Я благодарен Богу за брата Андрея, за то, что он действительно поднял эту тему как дополнение последнего урока субботней школы. Благодарим Богу, что он переживает сегодня за состояние своего народа. И посему он и трубит сегодня об опасности сатанинского обольщения через вот этот проверенный канал спиритизма под названием «Психология». И сейчас я предложу также вашему вниманию вырезку из еще одного видео, которое также было выставлено на нашем канале. Ссылку на всю папочку с этими видео, обличающими вот этот инструмент спиритизма под названием «Психология» вы можете найти в описании под видео. Итак, будьте внимательны. Вот, скажем, здесь в Соединенных Штатах Америки человек не может получить рукоположение на пастырское служение, если он не закончил программу магистра пастырского служения. Так вот, частью этой образовательной программы и на уровне бакалавриата, и на уровне магистратуры обязательно является предмет пастырское консультирование. И вот частью этого предмета является исследование психологии. Когнитивная психология или же подход, при котором идет анализ мыслительных установок, мировоззренческих установок, неверных, и замена их верными. Это в Библии называется термином «покаяние». Покаяние по-гречески в апостольских писаниях – это метаноя. Первая часть «мета» – это перемена изменений, и второе «нус» – разум, метаноя – это дословно изменение разума, изменение мировоззрения. Это задачи христианской психологии. То есть, дорогие, вы услышали, что задачи психологии или когнитивной терапии – это привести человека к покаянию. Но меня всегда учили, что к покаянию приводит не человек, не какая-то наука, а к покаянию приводит Дух Святой. Вот как тонко мы попадаемся на всякую ложь. Вестница Господня ясно утверждает, что психология – это от дьявола, это инструмент спиритизма. Но иногда в подтверждении своих убеждений в том, что Елена Уайт оправдывает психологию, приводят следующие две цитаты. Я их выставлю на экране, вы можете посмотреть. Здесь подменены два слова. Вместо слова «психологию» нужно читать «физиологию». Здесь разнокоренные слова в оригинале. И посему вот этими двумя цитатами из подменной понятий прикрываются ведущие психологи даже в нашей церкви. Но если даже посмотреть по контексту, здесь слово «психология» не подходит. Но если вам привели или приводят эти цитаты словами, измененными по смыслу, то, знаете, вас обманывают. Но это мнение недалеких людей. Я говорю очень откровенно. «Психология» — это мнение людей, не соображающих, что они утверждают. В Библии написано так. Они не понимают ни что говорят, ни что утверждают. Они не знают, что такое психология. Они не знают зарождение, историю этой науки. Они не знают, что такое христианская психология. Они не знают, как это работает, на каких началах это строится и так далее. Ну а с неведением, с необразованностью, конечно же, приходят и страхи. То есть я таких людей не осуждаю, я над ними не смеюсь, не имея никакой академической базы, не имея никаких фактических знаний, ни диплома, ни какой-то проработанной базы. Вот в этот век появляются теории и тенденции распространяются, которые не только с Библией не совпадают, они просто с базовым хотя бы образованием на уровне средней школы даже не соотносятся. Ну я об этом могу много говорить. Как видим, этот горе-богослов сейчас Вестницу Господню, движимую Духом Святым, назвал недальновидной. И только от того, что она не богослов и не заканчивала высшие учебные богословские учреждения. А все потому, что он, как и множество других, таких же горе-богословов, ее труды игнорируют и не исследуют, как труды богодухновенные. Иначе они так не выражались бы никогда. Психотерапия – это одно из самых опасных обольщений, которому может поддаться любой человек. Это самая ужасная наука, которую когда-либо отстаивали люди. Любой нечестивец может воспользоваться ею, чтобы осуществить свои злые замыслы. К любой науке подобного рода мы не имеем никакого отношения. И нам следует держаться от нее подальше. Ни в коем случае нельзя приносить ее принципы в работу каких-либо наших учреждений. Так говорит Бог через висницу Господню об этой ложной науке. Отстаивать умение лечения разума, чем и занимаются психологи и психотерапевты, значит открывать дверь, в которую войдет сатана, чтобы овладеть разумом и сердцем. Сатана властвует как над разумом того, кто отдает себя во власть другому человеку, так и над разумом того, кто управляет. Да поможет нам Бог осознать истинную сущность созидания на Христе нашим Спасителе и Искупителе. Христос – величайший из всех врачей. Он – врачеватель души и тела. Если бы Он не явился в этот мир, чтобы искупить нас от губительной сатанинской власти, у нас не было бы надежды обрести вечную жизнь. Не будем направлять умы к заблуждающимся человеческим существам. Будем говорить. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok